Бронированный командный центр Если конец света стал причиной распространения мародёров, то полицейские мобильные командные центры – то, что определённо может спасти. Эти огромные машины, покрытые бронёй, способны защитить водителей и пассажиров от всех видов вооружения, вплоть до самого крупнокалиберного и мощного. В результате стихийных бедствий нет связи. Командные центры – это передвижные коммуникационные центры, благодаря которым связь можно установить где угодно. Для этого они оснащены маршрутизаторами мобильного доступа и спутниковыми антеннами. Конечно, может возникнуть ситуация, при которой природные явления лишат электричества множество населённых пунктов. Но и это не помеха для мобильных командных центров, которые функционируют благодаря оснащению независимыми источниками питания. Дизельные или бензиновые генераторы, солнечные панели или другие источники электроэнергии – это то, что не оставит без электричества как сам командный центр, так и нужные приборы и устройства за его пределами. Стоит отметить, что такие мобильные базы – это универсальные средства для решения любой задачи даже в условиях конца света. Объясняется это просто – они представляют из себя вместительные машины, в которых может перевозиться огромное количество разных инструментов и оборудования. MD71HQV Как думаете, какую марку автомобилей производители автодомов выбирают чаще всего в качестве базы? Определённо – Mercedes-Benz. Очередной пример Zetros, переделанный компанией Unicat в средства для преодоления самых сложных условий. Автодом уже с виду кажется непробиваемым и способным выдержать множество различных угроз. Во многом это правда, так как корпус – это самонесущие сэндвич-панели из композитного стекловолокна с общей толщиной 60 мм, включающие изоляцию из пенополиуретана. Нижняя панель включает в себя интегрированную сварную стальную раму. При взгляде сверху виднеется другой важный элемент автодома – солнечные панели. Их совокупная мощность – 800 Вт. Также имеется дизельный генератор, который вместе с панелями питает всё оборудование. В число оборудования входит телевизор, музыкальная система, система спутникового телевидения, кондиционер и многое другое, что способны разнообразить досуг во время пережидания апокалипсиса. Причём смотреть телевизор или слушать музыку можно на мягких диванах. Ещё мобильный дом оснащён множеством других систем, благодаря которым жить внутри него можно очень долгое время. Это, например, водяное отопление и система получения пресной воды. А если окружающие условия позволяют, то можно открыть люки, находящиеся в крыше. Через них будет попадать свежий воздух и солнечный свет, которые просто необходимы для поддержания здоровья. Off-Grid Компания Lotus производит продукцию, которая совсем не совпадает с красивым и эстетичным названием. Перед вами брутальные кемперы, которые будто бы способны отпугнуть апокалипсис одним своим видом. Начать стоит с того, что корпус кемперов выполнен из композитных панелей морского класса, которые способны выдержать попадание пуль мелкого калибра. А благодаря 17-дюймовым колёсам, сверхпрочной пневматической подвеске и алюминиевой раме кемпер проедет где угодно. Остальные средства выживания во время конца света спрятаны внутри. В мобильном доме находится комфортная мебель, есть оснащённая и просторная кухня. Ну и куда же без душа и туалета. Они выполнены так же качественно, как и всё остальное. Есть телевизор и музыкальный центр, польза которых хоть и сомнительно во время конца света, но лишними они точно не будут. Каким образом обеспечивать всё это электроэнергией? Для этого на кемпере установлены солнечные панели общей мощностью 800 Вт и батареи ёмкостью 400 Ач. А если солнца не хватает, то с собой можно взять другие средства для генерации электроэнергии. ОТЭК 620 Бункер — это не обязательно подземное сооружение. Есть и передвижной вариант, дающий новые возможности в противостоянии возможному концу света. Основа этого убежища на колёсах — грузовик MAN, который сам по себе является отличным решением для передвижения в самых сложных условиях. Благодаря жилому отсеку-бункеру это транспортное средство превращается в must-have для выживальщиков. Жилой отсек очень прочный, благодаря чему он никак не реагирует на любые погодные условия и даже на пули стрелкового оружия. Всё дело в том, что он выполнен из клёпаного металла боевого класса. За непробиваемыми стенами находится то, что позволит жить в комфорте очень долгое время. Гостиная с множеством шкафов, сидячие места для шести человек, а также спальные места, где можно отдохнуть. Есть кухня с разной бытовой техникой и местами для хранения. Не забыли создатели и про санузел, который оснастили всем необходимым. Помимо этого в бункере есть вентиляция и отопление, поэтому людям внутри не страшен воздух с вредными веществами и сильное понижение температуры, которым может сопровождаться конец света. Вся техника обеспечивается энергией с помощью солнечной панели мощностью 380 Вт или дизельного генератора. Идеальное решение для противостояния концу света, не так ли? Да, но есть одно но. Цена, которая составляет 200 тысяч долларов. Райно Убежать на носороге от надвигающегося стихийного бедствия, а именно так переводится название этого автодома, это звучит как безумие, но только если вы не знаете об изобретении компании Crack Expeditions. От носорогового автодома не только название и характерное изображение на корпусе, но и мощнейшая основа в виде Mercedes Atego. Этот автомобиль отлично справляется почти с любым бездорожьем и может разгоняться до приличной для своего класса скорости. Конечно, самой выделяющейся деталью, дающей схожесть с реальным носорогом, является жилой бокс. Он массивный и прочный, как тело этого животного, из-за 60-мм композитных панелей, содержащихся в конструкции. За столь серьезной защитой находится жилая зона, которая не отличается роскошью, но оснащена всем для более-менее комфортного выживания. Есть сидения, где можно как отдохнуть, так и поесть, просторные места для сна, а также кухня, на которой есть раковина и бытовая техника. Разумеется, есть туалет и душ. Питается все это от солнечной батареи мощностью 915 Вт и аккумулятора емкостью 300 Ач. Дополнительно есть возможность снабжения энергии с помощью генератора двигателя через преобразователь. Согласитесь, это отличный металлический аналог настоящего носорога. Правда, содержать машину явно намного дороже. А если еще и учесть цену в 350 тысяч долларов, то вариант с побегом на настоящем носороге покажутся не таким уж и плохим. Эли Пусть игривый и небрутальный внешний вид этого прицепа не вызывает у вас сомнений. Он действительно является эффективным средством для выживания. Главное, чем гордятся создатели, это защита от медведей и грабителей. Для этого прицеп оснащен специальной системой защиты, включающей в себя баллончики, разбрызгивающие едкую смесь по нажатию на переключатель. Если медведи и грабители все же обошли систему защиты, то попасть в прицеп — это еще одна сложная задача. Алюминиевый кузов, усиленный стальной броней спереди и стальными пластинами сзади, а также пуленепробиваемой броней третьего уровня, через все это пробраться практически невозможно. Внутри прицепа можно спокойно переждать все, что угодно. На случай, если снаружи загрязненный воздух, у Эли есть система фильтрации, способная работать до 6 месяцев, заряжаясь от 100-ваттных солнечных панелей. Если нужна питьевая вода, то выходить также не требуется, так как есть система фильтрации воды, наполняющая 83-литровый бак за 10 минут. А еще прицеп оснащен различными средствами наблюдения и системой быстрого развертывания беспилотника для разведки. Если вы все же боитесь, что в Эли проникнет медведь, посмотрите на это. Животное не может справиться даже с обычной клеткой, что уж говорить про бронированный прицеп. Экспедишн 700 Перед вами прицеп трансформера, который пригодится во время побега от катастрофических явлений. Называть трансформером Экспедишн 700 можно по одной причине. Когда прицеп привезен в нужное место, он увеличивает свою высоту почти в два раза. Таким образом, небольшое жилое пространство с металлическими стенами и прочными колесами превращается в довольно просторное жилище. Внутренняя обстановка включает небольшую кухню с плитой и холодильником, достаточно большую кровать и санузел без душа, но со стиральной машинкой. Дополнительно имеется кондиционер, благодаря которому можно регулировать температуру по своему усмотрению. Если окружающие условия позволяют, можно использовать наружную кухню под специальным навесом. Арк Наверняка многие из вас знакомы с вездеходом-амфибией от компании Sharp. Теперь он вышел на новый уровень, потому что создатели подсоединили к нему мобильный дом. Изначально Арк — это не жилой прицеп, а средство для перевозки 22 людей в определенное место. Но его можно без труда превратить в жилое помещение. Сама компания дает возможность оборудовать его кухней, ванной комнатой и рядами двухъярусных кроватей. Причем все это будет расположено за прочными стенами, которые выдержат многие испытания. Самое интересное, что с жилым модулем вездеход не превращается в медленное или менее проходимое транспортное средство. Арк — это полноприводная пятиосная машина, все десять колес, которые соединены с двигателем. Интересно, что создатели вездехода-амфибии изрядно потестировали ее в условиях, близких к концу света или постапокалипсису. Представители компании отправились в Чернобыль. Так что можно быть уверенным, что Арк справится со всем, что может подкинуть природа. Коммендер Суровый военный грузовик снаружи и шикарное убежище внутри. Это мобильный дом от компании SLRV, совмещающий противоположности. С виду это действительно военный грузовик. Транспорт спокойно едет по местности с перепадами высот, холмами, препятствиями, а также справляется даже с неглубокой водой и грязью, не испытывая никаких проблем. Дополнительное подтверждение брутальности и схожести с военной техникой – это металлические стенки, которые позволяют находиться всем пассажирам жилого модуля в безопасности. Внутри мобильный дом раскрывается совершенно с другой стороны. Никакой жесткости и милитаризма, только стиль, комфорт и современность. Кухня и зона отдыха имеют лаконичный стиль без лишних деталей. Имеется большая двухместная кровать, на которой можно отдохнуть, как в городском доме. Также есть туалет с душем, различная бытовая техника и многое другое. И, разумеется, как можно представить себе дом на колесах для выживания в условиях конца света? Без солнечных панелей. Здесь они есть и дают достаточной энергии для поддержания в рабочем состоянии всех приборов. Если вы думаете, что за счет непримечательного внешнего вида мобильный дом будет стоить не очень дорого, вы ошибаетесь. Его цена составляет 435 тысяч долларов. Мобильные дома для конца света – это всегда дорогое удовольствие. XRS 7400 Если цена на предыдущий мобильный дом для конца света у вас вызвала удивление, то сейчас наступит настоящий шок. Перед вами передвижное укрытие за 1,1 миллиона долларов. Настолько большие деньги просят заплатить явно не за внешний вид, потому что он ничем не выделяется. Основой, как у множества мобильных домов, является грузовик MAN, на котором можно заехать куда угодно в любых условиях. Но самый интересный и в то же время дорогой элемент – это металлический непробиваемый жилой модуль. В качестве источника питания выступают солнечные панели, совокупная мощность которых равна 1680 ваттам. Благодаря ним энергии достаточно для любых действий, а если она не используется сразу же, то уходит в 4 аккумулятора. В целом, попадая внутрь мобильного дома, не возникает ощущения чего-то нового. Здесь традиционно шикарная отделка, мягкий на вид диван и просторное место для сна. Конечно же, есть кухня со всем необходимым и туалет с душем. Также имеется водяное отопление и подогрев пола. А еще на внешней стороне корпуса в задней части можно хранить мотоцикл и перевозить его с собой, что добавит мобильности во время конца света. PX4 Взгляните на этот прицеп. Это отличный вариант, чтобы уехать далеко и надолго во время конца света, при этом не ограничивая себя практически ни в чем. Первое, о чем задумается выживальщик, это устройство для добычи энергии. В прицепе для этого есть солнечные панели мощностью 400 ватт. А если энергия не нужна в определенный момент, она может накапливаться в двух литиевых аккумуляторах. Неплохо было бы выживать с комфортом. И для этого внутри прицепа есть просторная кухня с холодильником, микроволновой печью и большим количеством мест для хранения. Также есть место для сна в виде двуспальной кровати. Разумеется, имеется и санузел. Самые внимательные могли заметить, что у прицепа не совсем обычная крыша. На самом деле она способна подниматься по нажатию одной кнопки, делая потолок выше. Вряд ли это очень нужно человеку, который спасается от апокалипсиса, но точно добавит комфорта проживанию в изоляции. Однако, чтобы получить автономное убежище на колесах, придется потратить немало, а именно 70 тысяч долларов. Кемпер от Rover King Убежище во время конца света подбирается в зависимости от окружающих условий. И иногда в качестве укрытия будет достаточно вот такой автомобильной пристройки от компании Rover King. Пристройку можно установить на среднеразмерный пикап почти любого производителя. Все машины этого типа сами по себе являются отличным средством для выживания, а с дополнением от Rover King в них можно даже комфортно жить. Пристройка состоит из сварного каркаса, выполненного из листового материала, алюминиевых панелей и изоляции из пенополистирола. Этого точно не хватит для того, чтобы пережить стихийные бедствия, но можно укрыться от ветра, дождя или града. Накрышный кемпер также оснащен поднимающейся верхней частью, что является довольно спорным решением, если мы говорим о выживании во время конца света. Она хоть и увеличивает высоту мобильного убежища, но легко сдуется даже не самым сильным ветром. Внутри можно комфортно расположиться. Есть место для кровати, а также вы можете установить портативную плиту, холодильник, туалет, тем самым превратив компактное дополнение в небольшой, но функциональный лагерь для выживания. Конечно, как и все мобильные дома для длительного проживания, дополнение от Rover King оснащено всем нужным для электрификации. Правда, аккумулятор на 80 Ач и солнечная панель на 170 Вт – это только для тех людей, кто готов потратить 19 500 долларов за премиум-версию. А теперь представьте пристройку для машины на максималках. Поленепробиваемость, максимальная устойчивость, большая вместительность – вот она уж точно выдержит любой катаклизм. Skydancer Вот он – транспорт, объединяющий в себе средства для выживания во время конца света и просто эффектную машину. В сравнении с другими транспортными средствами, которые нужны для противостояния апокалипсису, Skydancer действительно необычен. Разумеется, вы поняли, в чем это заключается. Перед вами автобус-кабриолет. Решение интересное, но можно подумать, что в условиях апокалипсиса – это просто глупость. Однако не спешите с выводами, потому что создатели все продумали. Skydancer становится кабриолетом только когда водитель этого захочет. Он нажимает кнопку – и готово. Можно ехать с ветерком, одновременно осматривая окрестности на предмет возможных угроз. Внутри автобус довольно обычный. Деревянная отделка, самодельные шкафы, места для сидения и две кровати со столом. Все это выглядит как старинный дом, но это вполне достаточные условия для выживания. Но если честно, то Skydancer не выглядит как автобус для конца света или постапокалипсиса. Для достойной защиты ему нужно выглядеть как-то так. Металлический корпус, черный цвет. Просто идеально. Субтитры создавал DimaTorzok